Продолжение следует... Интересное, что Азаров стал говорить о позиции Украины, которая много зависит на постсоветском пространстве и так далее. Поэтому, мне кажется, у нас вообще новая ситуация. Сейчас все обсуждают, нужно было вступать в таможенный Союз, принимать такое решение или не нужно, но ситуация совершенно новая, она меняется на наших глазах. Была статья Путина, которая может так угодно относиться, но она осуществила в своей программе. Была статья Лукашенко, которая там тоже создает совершенно другое отношение. Поэтому, мне кажется, что мы совершенно в новой ситуации находимся, а дальше нужно действительно какие-то более существенные шаги. Но даже для таможенного Союза, первых металлов, должно быть выполнение очень многих условий со стороны того же Киргизия. Ну, с другой стороны, может, я чего-то, в принципе, я не понимаю, я это без геронии, без такой провокативный момент. Просто, но мне кажется, что, по большому счету, если не включать в ту же Киргизию некое пространство и не брать часть ответственности за ситуацию, то там никогда ничего не хватает. Я не потому, что я не верю в киргизский народ. Нет, я не могу с этим, я не могу с этим сказать. Да, то есть ждать, например, можно 30 лет, можно 5 лет, можно 500. Ну, а в ситуации, вот рядом Китай, Казахстан, Узбекистан, Казахстан, ну, то есть в конкретной ситуации Киргизии с конкретным противоречением, с вымыванием людей в эмиграции и так далее. Непонятно, откуда возьмется, даже при вот гениальном почти правителе, который полностью радеется народ, полностью беззаветно преданному своему делу и так далее. То есть идеальная ситуация, прекрасные парламентеры, наркотрафик потихонечку, наркокартели, они начинают усиливаться и начинают перебегать в политическую сферу, образуются такие-нибудь сознания типа картель-партия. То есть такие очень интересные явления. Мне кажется, только будет хуже, потому что здесь ситуации нет. Либо Киргизию будут разыгрывать разные крыги, а она будет разыгрываться, либо Российская Федерация, либо кто-то другой возьмет на себя ответственность за то, чтобы помогать Киргизии. Есть три пункта, о которых Вы сказали, мне кажется, очень интересные. Во-первых, я бы в каком-то плане, в определенном плане для Киргизии, например, Казахстан рассматривал как третью, помимо Китая и, скажем, США, НАТО, третью геополитическую силу для Киргизии. То есть действительно, вот этот фактор Казахстана с отсутствием общей границы РФ с Киргизией и так далее, очень нестандартный, очень интересный, если я Вас правильно понял. Это первый момент. Второй момент. Мы, как мне кажется, статья Путина, да, она прекрасная для меня, я считаю, просто очень правильная, своевременная, совсем фиаром, но есть политическую ядру. Но идут процессы с лета этого года, жесточайшей, интенсивнейшей структурацией, по всем возможностям, американцы просто бросили гигантские силы. То есть, по сути, все сейчас, ЦРУ, соответственно, Панета, соответственно, Браунфилд, Блейк и так далее. То есть, это такие серьезные люди, которые имеют опыт как раз центрально-евразийский, по чему счету, либо латиноамериканский, что тоже очень интересно, в рамках Соединенных Штатов и их отношения к Южной Америке. То есть, в этом плане это тяжеловес. То есть, заменены послы, заменен посол с очень явным, так сказать, большим опытом, который был одно время помощником заместителя госсекретаря США Киргизии, новый посол, статусный, серьезный, уважаемый человек Казахстана и так далее. То есть, вообще идет жесточайшая, быстрая структурация. И действительно, фактор времени, мне кажется, я вот тоже, если правильно понял, мне кажется, фактор времени все уплотняет, что, к сожалению, плохо ощущают те вот самые дуракаты. И третий момент, что все-таки, с учетом того, что, по-моему, до 1924 года Киргизия входила в состав РСФСР, как автономная область, там был такой кусочек периода, где-то 4 года. С учетом этого, мне кажется, стоит вопрос, что надо обсуждать не вопрос, куда оно пойдет, потому что пойдет оно точно не туда. Это поопределимо. А вопрос, что можно было бы, какими механизмами наполнить, ну, по сути, интеграционную идею Путина, если опять здесь делать и Путина, как прославление его, и там поддержки, а с точки зрения все-таки реинтеграционной идеи, поскольку иначе, мне кажется, ну, просто мы все время будем, то, что Владимир Ценбурский называл великим демитрофом, мы все время будем жить на ликвидацию последствий всего этого. Великого демитрофа, все время будут идти, неважно, там, наркотики, терроризм, так называемый, или еще масса чего, и военные присутствия в других государствах, и нам нужно это структурировать. Отсюда, вот, мне кажется, вопрос все-таки центральный, а можно ли идентифицировать интеграцию с Киргизией? Да, вот меня часто смеивают все, мне в ургайские письма приходят, я так аккуратно написал в фонансе, что союз Киргизии и Российская Федерация считают, что это сумасшедшая идея, вообще, дальнейшая интеграция, в том числе полуполитическая, неправильно. Мне кажется, другого пути нет. Либо Россия возьмет ответственность за Киргизию и использует этот уникальный подстав в центре кирганского региона, при том, что с Казахстаном это не получится, с Казахстаном это не получится, с Туркмени это не получится. А с Киргизией, мне кажется, просто ставят вопрос о максимально опережающей интеграции. Тогда Российская Федерация может вообще какую-то политику, условно говоря, в терминах ООНовских в Центральной Азии может ввести. А если это не будет сделано, то просто будет дальнейшее выяснение, опять же, для меня с гигантским фактором Казахстана. Потому что я очень уважаю Казахстан, но по всем ситуациям со стандартизацией военной, с собственностью, распределением собственности в Казахстане, я бы сказал, что Казахстан очень западное государство, так скажем, мягко выражает. И оно отнюдь не горит желанием, как иди выть в НАТО, например, или еще что-то. Другое дело, что называют очень умной политикой, он не рассказывает таких вещей. Поэтому вот в этой ситуации возможно ли интенсивное взаимодействие с Киргизией? Есть ли понимание у наиболее передовых киргизов и Российской Федерации представителей? Вот мне кажется вопрос. Ждать бессмысленно. Ждать время все только сделает хуже. Я считаю и пытаюсь продвигать эту идею, это то, что вообще нужна корпорация развития Центральной Азии, это штаб-квартира Мишкин. Потому что нужно открытие, и не с точки зрения жлобства отдельных олигархов, а с точки зрения большой ответственности, нужно серьезно обсуждать хотя бы не те активы, которые уже там разорваны, а хотя бы создание новых активов серьезных, серьезных капиталов вложений. Потому что я еще пять лет назад, мне лично было бы стыдно за то, что я там пытался записки писать, говорю, ребят, ну вы боитесь голландской болезни. Ну хорошо, при всех даже наших соединениях, ну вы там у вас лидирует, 5 миллиардов приходил в доллар, в золото-волюционную запаску. Ну вы киньте это туда. Да, понятно, что это все равно почти единое пространство, все-таки уже почти заграница. Есть свои некие демпферы и прочее. Поэтому, на мой взгляд, нужно просто идти к некой экономической уже серьезной силе, потому что ни киргизы, ни отдельные российские корпорации ничего не сделают. Должно присутствовать государство российское. Оно должно вместе с киргизами создавать мощную экономическую силу, которая начнет там чуть-чуть промышленность восстанавливать, силу уборную экономику в целом. То есть юг вообще как-то гигантская проблема, юг и север. Она сейчас отомваивает, если придет к власти, она только усилится. То есть это тут сама по себе. Я помню, еще лет 7 назад уже это было кричащим противоречием, такое очевидное, да, а сейчас это уже просто там держится, не пойти на чу. Поэтому, мне кажется, надо вообще не бояться проектировать механизмы, пусть это кто-то назовет экспансией. Ну, можно это, наверное, и так рассматривать. Но речь идет не о том, чтобы богатый актив скупил какой-нибудь наш оригинал. А речь теперь в том, чтобы государство взяло ответственность. Потому что нужно создавать много, я прошу прощения за такой примитив, но нужно создавать новые рабочие места, нужно создавать предприятия промышленные. Без этого ничего не будет. Все-таки, мне кажется, вопрос решается только одним образом. Вот эти все разговоры, которые я слышу, я что-то уже последний год вообще перестаю понимать, это, например, пророссийский политик, не пророссийский. То есть, на мой взгляд, какой-то уже феномен, я про Киргизию, я имею в виду, феномен, который просто отсутствует в природе. Потому что, с одной стороны, они все, как вы и сказали, любой политик, если он не демонстрирует взаимных отношений с российскими элитами, он просто не политик. То есть, это как бы само собой. С другой стороны, у всех есть свои бизнесы и связи, и не только с посольствами других государств, и так далее. То есть, понятно, что там серьезно все поработали последние 20 лет. И выращивали, выращивали. Если эта стратегическая работа шла с антропологией, с кадрами, почему мы не работали в другом вопросе, в таком стратегическом системном плане. Но, но, проблема-то, на мой взгляд, вообще в этих координатах никакого пророссийского или антироссийского быть не может. Люди выживают, люди пытаются, люди как-то тактически, конъюнктурно передвигаются. А Россия, если она хочет что-то делать, она должна решиться, должна ли она оставить Центральную Азию, либо там будет. Вот, на мой взгляд, в этом проблема. Продолжение следует...